Ну что, друзья, всем еще раз здравствуйте. Теперь уж точно по Москве, как минимум, доброе утро. Кому-то уже и добрый день. Мы с вами продолжаем следить за американской дотой. Infamous против Thunder Predator. Счет в серии 1-0 в пользу Тандеров после первой карты. И сейчас, соответственно, мы с вами увидим карту под номером 2. Она же последняя на сегодняшнее утро. Сегодня будут, опять же, матчи. Я даже вас, наверное, сориентирую. У нас, начиная с 12 утра по Москве, стартует Юго-Восточная Азия. Для вас будут там комментировать Адеквата Морталис. Ну а дальше к вечеру вернется студийный формат. Это ДДДЦЛ. Поэтому там тоже обязательно будьте на связи с нашими комментаторами. Ну а я завтра ночью к вам снова приду на 4Б2. Поэтому мы с вами настраиваемся на позитивный лад. Интересно, что думают наши друзья из Винлайн по поводу второй карты. 1.72 на Thunder и 2.05 на Infamous. Вот такие вот коэффициенты наши друзья из Винлайн дают. Также можете получить бонус до 2000 рублей, зарегистрировавшись, кликнув на баннер под окном трансляции. Ну а мы с вами, друзья, едем далее. Едем далее. Тинни Омник появляется для команды Infamous, Snapfire и Ember Spirit. А для команды Thunder Predator. Надеюсь, что это Ember Spirit не четверка. Вообще ни разу. Очень на это надеюсь. Потому что на Ember Spirit 4. Но все равно сомнительная затея. Вот. Пока у нас по банам. По самым ключевым давайте. Да, хотя по всем тоже пройдемся. От команды Infamous. Минус Абадон. Минус Тимбер. Минус Аппарат, который очень сильно мешал в предыдущей игре. Минус Морфинг. Минус Хускар. Соответственно. Минус Шадоу Демон. Минус Марс. Минус Крабба. То бишь Дес Профит. И Веномансер. Веномансер. Минус у команды Thunder Predator. Здесь тоже все предельно ясно и понятно. Ну и Thunder готовы дальше запрещать героев. Вот каких? Вот вопрос. Вот в чем. Кто не подойдет под их концепцию? Ну давайте исходить, наверное, из сильных сторон. Какие сильные там четверки сейчас, к примеру. Дезераптора вряд ли. Дезераптора, кстати, особо как-то... Да и Виспа сейчас не очень-то и трогают почему-то. Хотя да, та старая привязка Тинни Висп могла бы вполне здесь появиться для команды Infamous. Почему бы нет? Вот. Минус Патма от Тандеров. И будут забирать себе сейчас... Отдайнга. Но это хорошо. Тем более есть на Файр в твоей команде. Поэтому за Тумбу не так страшно. Никто ее так быстро не сломает. Вообще, пока Лину очень нравится для команды Infamous. Если это Тинни позиция 1, Лину на центр. Ну, по крайней мере, из трех героев, что есть для команды Thunder Predator. Осталось 5 секунд. Ну, подумаем, подумаем. Кого бы забрать? Это грим. Грим под Тинни хорош. Виспа здесь не будет. Да, это правда. Ну и надо закрывать, наверное, все-таки здесь... Кого-то на позицию... Осталось 10 секунд. Один. Можно открыть. Ну, Ласпик будет за Thunder Predator в любом случае. Это можно сразу себе какую-то троечку забрать. Ну, если сейчас забирать тройку, тогда откроется Thunder Predator сразу с Керри. Понятно, кого будет нужно забирать. Наверное, что-то универсальное, типа Кунни. Ну, нет, Кунки нет. Раззор, быть может. Но Раззор здесь тоже не очень хорош. Нужен какой-то ловец. Нужен таргетный станчик, желательно. Потому что, ну, Тинни-то все, конечно, хорошо вместе с Инксуэллом от Гримстрока, но в целом нет. Это Скаймак. Скаймак. Блин, и вот теперь мне опять ничего не понятно. Это, походу, Скаймак Мид. Позиция 1 Тинни. Пятерка Омник, четверка Грим. Осталось 10 секунд. Хорошо, если это центр Скаймак. Осталось 5 секунд. Тогда кем отвечать? Фантомка, может быть, в мид. Ну, там Эмбер Спирит. Я думаю, Эмбера они все-таки на мид поставят. Хотя Эмберу придется тяжеловато против Скаймака на мид. То есть нужна какая-то там физуха. Типа Темпларки что-то можно сейчас забрать условно. Ну, нет, это Кунка. Но Кунка тоже пробивает Скаймака, дай боже. Посадив на крест на торрент, там уже можно и не уйти. Ну, хорошо. Но Эмбер Спирит, значит, пока... Ну, просто Эмбера на позицию 1 смещает. Но это очень странно. Это понимает команда Инфеймос. То есть вряд ли будут флексить опять же, да, Эмбер Спирита на четверку. Хотя все еще могут. Кунку на позицию 1 пихнуть. Но Кунку сейчас, исходя из пика первой позиции, для Инфеймос можно будет определить куда-то. Инфеймоса будут брать себе тройку. А что и с тройком сейчас здесь зайдет? Ну, что тут, опять же, Питлорд какой-то в теории. Но они банят Темпларку. Но они понимают, что, скорее всего, да, это Эмбер 4, Кунка 1. Поэтому потенциально еще мид непонятно. Ну, тройку добрать Инфеймос непонятно. Бангальера нет. Дараксир условный. Но Дараксир это супер жадно. Очень жадно. Но пока синергия у команды Инфеймос мне не очень нравится, честно скажу. Осталось 10 секунд. Давай на роли. Спокойной ночи. Ну, или доброе утро, опять же. Осталось 5 секунд. Спасибо, что был. Приходи завтра. Это Урса. И все-таки это Тинни. Блин, вот это запутали меня. Ну, что это? Может быть, тогда... Осталось 10 секунд. Урса 1. Тройка Тинни. Четверка Гримм. Пятерка Омник под Урсой. Ну, да, скорее всего так. Скаймак Мид. Урса Омник топ. Тинни Гримм низ. Ну, скорее всего, так и есть, да. Ладно. И остается тогда кого-то в тройку себе забрать. А вот кого? Вот кого какую тройку-то будет забрать себе сильненькую? Андаинка с кем хочет стоять? Андаинка пятерка будет. Четверка Снэпфайр. Краба. Краба в бане. Но только не Веник, пожалуйста, Тандер. Только не... А, Веник тоже в бане. Хорошо. Так, тогда... Можно Кентавра в теории, да, про которого все забыли как-то в последнее время. Можно Акса. Но нет, Акс. Хотя нет, Акс здесь все равно нормально, если бы честно. Тут Акс прямо и под Кунку нормально зайдет. Но это Фантомка. Блин, я Фантомку предлагал, но чуть-чуть раньше. В итоге... В итоге... В итоге абсолютно перфект. Да, но с Фантомкой я не прогадал, но она вышла на последний на пик. Хорошо. Так, итогово у меня сегодня четыре угаданных персонажа. Делаем постепенно прогресс. Это уже что-то. Так, ну и, соответственно, ожидаем все выхода уже на карту. Это последняя карта, дорогие друзья, на это утро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, все, дорогие друзья, сорян, завтыкал немного 30 секунд до начала сражения Так, ну это кунг и мид, да, фантомка керри Нормально, в рожпите, так, ребята из Infamous спрятались Так, ну Скаймаг на самом деле так зря вот эту руну он пошел сейчас забрал Эту руну может стоить ему жизни Так оно и есть на самом деле Так оно и есть Так, ну и распределяемся быстренько по линиям А в итоге на низ На низ у нас уходит бабка Плюс Эмбер спирит Бабка 4, эмбер Тройка, окей Интересно Интересно очень даже Последить за всем этим Субтитры сделал DimaTorzok Так, что там по центру у нас По центру пока у кунги 4-2 Тини 4-2 Все плюс-минус ровно Ну и на топе у нас фантомка Но здесь по сути проблем с фармом у нее быть не должно Так, секунду, друзья У меня здесь почему-то настройка сбилась Так, сейчас Так Так Вот, все Сбилась немножко настройка Жалкая попытка Пока что урса у нас снизу Было нападение здесь на бабку Но все-таки, да, за счет того, что чайны прокачаны у эмбер спирита Здесь Снепка убежала, убежала, убежала Так Так, андаинг здесь с 8 стиками бегает Нормально себя тоже чувствует, комфортно Ну, в это время андаинг Пошел отпуливать линию, да, я так понимаю, все-таки здесь Ну, хоть как-то Ага, заблочили малый кемп Андаинг здесь свою работу знает Скаймаг Грыжные стики, фласка, также клареточка на месте Ну вот Единственное, вот прям фантомка, это суперогромная опасность Для Скаймага придется держать позиционку всю игру Как только, условно, до первого артефакта добирается фантомка Этот скаймаг здесь вообще не жалец Просто с одного даггера можно, ну, не отлететь, конечно, но потерять 2-3 хп точно Так, ну, только сказал, что надо держать позиционку, как он погибает Ну да ладно, фантомка, 14 стиков Можно, на самом деле, попытаться еще попугать немного Омника Омника пока нет ресурсов, но что-то в курьере там уже летит А в курьере к нему летит уже Сулринг С маной проблем не будет Так, ну давайте на центр Ага, здесь пытаются кунку загнать Нет, 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 нет Не туда Ну ладно, хотя бы хп получил за крипа Хоть что-то Ну вот кунка здесь на получает сейчас орехов Есть фейрик у него, да Кстати, кунка-то отсюда может и не уйти по итогам Да, этот выхиливает еще ондаинг, ставит тамбу Но этот тамбу придется, скорее всего, отдать сейчас И пошел еще одну руну воды забрал Нормально, нормально Так, фантомка нападает здесь на Оскар Ну опять же, да, там 8 армора Тяжеловато, тяжеловато пробить этого Омника Скаймак конкасе в двоечку взял Так, ну урсы здесь Кажется, сейчас будет что-то интересное Опа Да, это минус Эмбер Спирит И это, скорее всего, даже минус бабка Есть у него оверпауэр Но не стал Не стал борзеть, несмотря на то, что и 7 стиков Есть им орбитка В КД был эршок, поэтому, наверное, здесь все правильно сделал игрок на Орсе А то могло все плохо кончиться Там и сейфтп какое-нибудь условное Да, брат, идти не футбикоментит? Да не, не, все нормально Я первые две, да даже третью тоже нормально Более-менее откомментировал У меня вот на четвертый прямо уже поплавило Потому что сил вообще не осталось Я уже прям смотрю в мониторы немного Не хочу, чтобы это выглядело, конечно, как оправдание Но, наверное, вот так все-таки и выглядит Поэтому, да, меня немного силы покинули На четвертую серию Но вот пока более-менее хотя бы пытаюсь Хоть что-то сказать Дельное В целом нормально Первые две серии прям вообще шикарно зашли Третья уже так немножко с напряжением А вот четвертая прям тяжело-тяжело идет Ну ничего, привыкну Человек ко всему привыкает Так, здесь опять же на центре, да? Обращаем внимание, что кунка левел 7 И только шестой-шестой получил сейчас тени Время, как кунка находится на рубеже 8 Центральную башню сил света атакуют Ну вот центр тени Это не то пальто Прям вообще не то Так, фантомка Ну вот фантомка здесь правда не отпустят И так, а как? Ну стики ладно, там стиков много было Поэтому нормально, выжили Погибает эмбер-спирит, правда, от андер-предатора И здесь кунка сажает на крест курсу Ну и под кораблем Эршок имеется, можно попытаться уйти Но здесь в итоге кунка как бы сам сейчас не отлетел по итогам Но нет, кунка нормально живет, хилится, все хорошо Иксвейл и полетели Минус 2 для кунки Хорошая работа от команды тандер-предатор В это время пошел подфармить там эмбер-спирит на центральную линию И вот непонятно, да, вот все-таки эмбер-спирит Был позиции 4 по итогам, а не тройка, как я изначально так полагал Блин, у меня вот этот Южная Америка меня сведет с ума Честное слово Не завтыкай на Творс Вот если бы ты не сказал, я бы завтыкал Ну выбивает капельки из Уруса постепенно Одна капелька осталась, поэтому Заблочит Последующий урон Еще один раз Ну вот знает, да, бабка, да, вот всю последнюю капельку выбили А теперь на Урусу можно и нападать Что принесет Скаймак Отботал сразу Ну и может попытаться выйти под конкасевом Ой-ой-ой-ой Еще на Кунке истощение было, корабль на себя Но он до этого корабля еще умрет, скорее всего Нет, живет Но долго ли? Летят воробьи Летят Кунг-то выжил по большому счету Да, Кунг-то выжил Все нормально Так, у Фантомки что-то давайте посмотрим 3500 у нее Колечко на реген Плюс орпов коррожен Нет, ну как же здесь Омнику вообще по барабану Омник армированный таки неплохо, да У него плюс в 3 пьюрификейшн На двоечку Heavenly Grace И да, здесь прям У Фантомки пока особнякам тяжело Именно один на один с точки зрения потенциального убийства Он пока не так хорош Так, вылазка в смоках от команды Infamous Кого хотят забрать Ну вот и не бегай до 1600 голды Он просто на карте бесполезен сейчас То есть, казалось бы, центр Но при этом такой центр, что... Ну жесть просто Ну ладно, Эмбера вы заберете И то Нифа... Ой, мой, мой Ну какая грязь Что делает Infamous? Я вообще не понимаю Минус 3 на ровном месте В смоках полезли У тебя нет ни блинка Ничего Ты мидер Чат, я же правильно понимаю? Он же на миде стоял Ну я просто... Может я действительно уже немного плыву Но на миде же стоял Тинни Да, он стоял на миде Все, я точно вспомнил Он стоял действительно на миде Центральную башню сил света атакуют И вот эти вылазки вообще непонятные В кого, в куда А вообще справедливо будет сказать, что пока по действиям это 2.0 По действиям от команды Infamous Так, нападение здесь на кунку Но на кунку ты нападаешь хоть вообще последним образом Ты просто видишь эти 1800 без малого хп Ну и как бы такой не Фантомка на развороте сейчас еще и наваляет кому-нибудь Да, и скорее всего Кто-то это будет Оскар Ну ладно, здесь сам справляется игрок на кунке Конкассив кунку залетает А вот Скаймак отсюда не уходит Ну это просто сноуболл какой-то продолжающееся бесконечное количество времени Ну сейчас на самом деле очень много денег может отдать на родном месте команда Thunder Predator Нужно отсюда все-таки уйти Центральная башня сил света атакуют Центральная башня сил света С такими темпами играть недолго продлится на самом деле Тут посмотрите просто какие куски отрывают от Скаймака Это просто жесть И бам Даблкил для Мэтью На Урса есть хотя бы диффузов Хоть что-то, я думал Урса еще и диффузов не будет На Урса в принципе до 5-700 на Творса И Фантомке надо бы отсюда уходить И это было несколько опасно сейчас Мог вернуться обратно товарищ на Фантомке Опять же, да, никаких смаков по Дурсу Нет никаких выходов под Т1 А у нас вообще хоть одна вышка-то сломалась со стороны команды Infamous Т1 на топе стоит Т1 на центре стоит Т1 снизу стоит И к ним даже, ну, особо-то и не подходили Вообще Ну вот на топе только сейчас крепы подходят Верхнюю башню силы Тьмы атакуют Прям даже не знаю, как реагировать на это Силы Тьмы укрепили свои сооружения Так, ну что, под Рошану заход? Разбили смог под Рошаном А вот дальше вопрос, куда пойдут Верхнюю башню силы Тьмы атакуют У Эмбера разбивается смог Да, связали здесь опять же Гримстроука Не хочет на него тратить Тремнанты, понятное дело Ой, а Эмбер-то по итогам здесь умрет, друзья Эмбер здесь умрет Но В другой стороне погибает Урс А, вот это более страшно Ой, какой же ультимейт здесь от Скаймага не самый приятный И в итоге знаешь, что Скаймаг там же в деревьях кроется Он получает еще 4 ореха от Морт Маркисас И, ну, чувствует себя максимально комфортно Коллектив Тандер-предатор Это развал Это развал Несмотря на то, что Дали первый вроде как фраг по Эмберу Но 4 фрага в ответ Это 7000 преимущества 20 на 6 15 минута А ведь это еще фантомка даже без БФа А что будет дальше? А что будет дальше? Силы света укрепили свои события Я думаю, вы прекрасны сами знаете Верхнюю башню силы света атакуют Тени-4200 на Творост на центральном коридоре В то время как он к 8700 То есть, ну, это вы же понимаете, да? Ну, ладно, вы поопытнее меня с точки зрения постоянного просмотра доты, я так думаю Поэтому, ну, сами делайте выводы Насколько это все плохо Так, хорошо Вот такая вот вылазка была Но, опять же, это все было бы окей Если бы Ти не был по позиции Там, ну, хотя бы Четыре Никак не двойка Так, на кого там летит корабль? Я все проморгал, простите Да, это корабль был, опять же, на Крима И надо так Успел повесить Алибарду Успел повесить Алибарду Кунка Стики прожимает Торрент И оба подлетают Все Айнрейдж-то? Айнрейдж нет Еще, кстати, есть Алибарду Так, и полетел Морто Маркисус Ну, вот теперь можно раскайтить Можно раскайтить Ремнант улетает Медленно, но верно Конкация пролетает Вайбер Спириту Накидывает на себя Репел Омник А это Хэмли Грейс Прошу прощения Ну и Это Фантомка А вот Фантомка уже с БФом Сейчас вроде как Да, с БФом И дальше только в урон пойдет И заход на Рошана Ну, кажется, что игра на 23-24 Подойдет Всем логично На завершение Сейчас еще одна трака И неудачные вроде как Мфеймы смогут Даже написать Джига Так, ну вот здесь опять Ну, нападение на Кунку Ты отдаешь 2 трети своим Для того, чтобы убить Кунку У которого там 2 там С чем-то 3 2 600 КП Куда? Это позиция 2 Это позиция 2, друзья Вот, кстати, очень понравилось мне, что снэпки поменяли таланта На 10-м поставили излечь Ну, то, что печеньку, ну, так скажем, возвращает тебе 125 здоровья То есть хилит себе на 125 Раньше был, по-моему, на 200 или на 250 Выхиливал на 15-м левеле Это была правая ветка Вроде как, если не ошибаюсь Здесь не столь важно В общем, поменяли тайминг Ну и поменяли в 2 раза, так скажем, порезали, да, этот хил Все-таки на 10-м очень полезный момент, что ты еще и хилишь Ну, вроде как, кажется, это приятным таким добавлением для Снэпфайр Так, Фантомка продолжит фармить себе БКБ Ну, как только у Фантомки появляется БКБ, это автоматическое ГГ И как только у Кунки появится БКБ, это автоматическое ГГ Оно появится в течение, там, 3-4 минут Рошана попытается забрать, что ли, сейчас команда инфеймос Такое Ой-ой-ой-ой Рошана все-таки забирает силы света Аегис забирает себе Урса И здесь еще скорее... Нет, излечивает, излечивает опять же печенька, да, здесь у нас Оскар улетает И в итоге все расходятся, да, миром Ну, миром тяжело это, конечно, назвать Минус 2 от команды инфеймос Вот это нормально Вот это нормально Можно было бы еще и подзадавить Фантомку Она, скорее всего, выбила бы из тебя первую жизнь Но это было бы 3 фрага в эгиду Это прям вообще круто Ждем БКБшки на Фантомке и на Кунке И вот тогда уже можно что-то досмотреть Фантомке очень скоро БКБ появится Через 1000 голды Этим он как раз-таки сейчас и занимается Тем, что отфармливает Кунка, в принципе, делает то же самое Бриганс Блейд Для Фантомки можно или что там у Фантомки? Для Фантомки Аквила Так, а как у нас Фантомка вышла из блюра? Так резко, но что-то у него зашло А, в блюре осталось нормально Мне почему показалось, что Фантомка резко вышла из блюра Якобы кто-то из соперников рядом, хотя никого не было Ладно, меня уже немножко Я уже немножко лагаю В скобках очень много лагаю И в итоге Сабля плюс блин для Тини Это какая? Пятая, шестая позиция на Творца 6200 У Кунки 11 5000 преимущества Так, ну и по итогам Нападение здесь на Снэпфаер Снэпфаер погибает 45 секунд Но возвращают опять же, да, здесь Кунка сам себя возвращает БКБ опять же прожал Нажал Лепарду здесь И спокойно будут отсюда уходить Ну и, в принципе, Андаин тоже прекрасно Понимаешь, что дальнейшая драка Никакого смысла под собой не имеет Вот Фантомка несет себе БКБ И вот теперь могут, в принципе, драться Но у Урсы все еще и гида Про это забывать не стоит Урса действительно очень важная Боевая единица сейчас на карте В рядах команды Infamous Поэтому с ней надо действительно считаться И очень круто, мне нравится Как нажимают кнопки Гримстрок Так, у Снэпфаер есть с собой смоки? Ну нет, вот без нее смоки в итоге Поражали на троих игроков И пойдут сейчас забирать либо Грима, либо Тинни Но здесь, на самом деле, уже нападение было на Оскар Хэвенли Грейс прожимается И уходит отсюда И уходит отсюда Блинкаут может сделать Тинни Либо сразу же ТП Так, ну и корабль в это время прилетает здесь На Оскара Но Кунка погибает Размен имеется Причем даблкил для Фантомки Но Фантомку все начинает вырезать При этом она еще не использовала БКБ Ультимейты имеется Ой, какой шикарный ультимейт Минус 2 И сразу же погибает Андайинг Фантомка будет жить до поры до времени Эмберспирит на ремнанте отсюда убегает И продолжит, судя по всему, да? Хотят продолжить погоню Камады Инфеймус 3 на 3, конечно, опасно И Фантомка-то, кстати, еще все не прожимала БКБ А вот теперь Фантомку очень опасно Вот так вот провоцирует на драку Потому что, ну, вдруг Сегодня ее день И как прокнет на Крепы, и все На Крепы, на Криты И все, и можно попрощаться, на самом деле Так, вот так вот под Крепа залетает у нас в итоге Тинни Вместе с Урсой И это очередной фраг И тут теряет, теряет постепенно свое преимущество Команда Тандра-Предатора Садили Тинни на Торрент Хемли Грейс Так, Тинни поднялся уже на четвертую строчку на Торрент С шестой на четвертую Но по-прежнему, да, отставания от того же Кунки весомые Четыре с копейками Четыре триста, если бы быть более точным Ну, Фантомка 13500 Вот это самая главная угроза будет для команды Инфамос А вот заканчивается и Гида И вот теперь очень хочет подраться у нас команда Тандер-Предатор Тем более, что Фантомка БКБ не прожимала Девятисекундная И знает, что нет сейчас ультимейта Тысячу, кстати, довольно долго Тридцать шесть секунд Для Омника Поэтому для Фантомки Это зеленый сигнал-светофор И она это прекрасно понимает Что она может теперь ходить по вражеским лесам И спокойно все забирать Что себе несет на Фантомке? Ага Он идет в боковую лавку И принесет себе Что он себе будет нести? Ага Саккард Релик Это нулик Это нулик плюс Скади Для Фантомки в перспективе Да, это и статовая такая Фантомка будет Ну и, к слову, появляется Алибарда для Омника Тоже очень хороший выбор артефакта Кунка Несколько, как кажется, да Со стороны приостановился в фарме Вроде было довольно быстрое БКБ Сейчас появилась у него Алибарда Купил себе Плэйтмейл Ну и дальше Керас Минус армора это всегда приятно Тем более там армора более чем хватает Для команды Так, Урса готов запрыгивать на Андаенго И Андаенго здесь просто сотрут в порошок Так и случилось И еще и выбрасывают кунку Но не супер далеко Поэтому кунка под Т1 будет дальше спокойно жить Так, ну видимо хотят подраться Есть БКБшки Полетел Ультимейт Мортамаркисос И там дальше на ремнатах готов летать Эберспирит Имеется ультимейт Гардин Энджел на месте Но его пока что прожимать нет никакого смысла Урса тут решил Рьяно-таки пойти подраться На фантомках продолжает здесь отфармливаться Ей совсем немного 270 голды Урса шардом у нас будет, да? Так, в очередной раз нападение на центре Минус скаймаг, минус грим А вот 3 на 5 теперь подраться будет очень проблематично Корабль прилетает и не погибает И все А Эгинта-то нет И урса, конечно же, здесь принимать участие в драке не будет Оскар получает нулифайер И довольно быстро его сбривает Ну, слушайте Ну, к этому шло Это был вопрос времени Ну и теперь, получается, команда Тандер Предатор будет душить Уже Т3 вышку на центре Попытается на сторону даже зайти Ну, глиф прожимает команду Infamous Выигрывает себе драгоценные секунды А Урса в это время просто забирает Рошанчика Ну, без Урсы, понятное дело, дефать здесь в сторону будет практически невозможно А Егис в сторону Ну, сомнительное, честно говоря, решение Ну, хотя бы что-то сделал Урса Он заработает сейчас немного денег Ну, и по итогу Урса здесь напрыгивает, на самом деле, уже на Ондайнгу И Ондайнгу быстро погибает Но Ондайнгу — булка для товарища Урсы Это абсолютно всем прекрасно понятно Центральную башню силы Но Искаде дальше продолжает выфармливать себе Фантом Ассас Центральная башня силы темны разрушена Но вот Скаймагу, на самом деле, лучше так против Пашки не бегать Бакабет все-таки присутствует И, кстати, по-прежнему девятисекундная Очень важный такой момент То есть 29-й минута Фантомка ни разу его не узал Это прям приятный бонус Так, ну вот Урса А Урса что будет себе собирать? То есть есть башен И плюс ко всему Майндбрейкер, да, себе еще несет? Ага, там МКБ практически готовые Урсы Вот это, кстати, интересный мув Ну, все правильно, понятное дело, что Урса собирает МКБ Еще и плюс 25 скорости атаки То есть Урсе прям Майндбрейкер приятен Все, МКБ появляется Орбитку пока выложил, пока имеется Аегис Ну и хотят подраться сами от Андерпредаторов в четвером смоках Ну и Фантомка готова напасть Ой-ой-ой-ой, здесь Аганим Шарт И быстро пытаются стереть Урсу Но Лифайр на себя получает И ультимейт прилетает Минус первая жизнь у Урсы Ну и там дальше, конечно же, Скаймагу уже отсюда банально не выпустят Шикарная привязка от Гриппстроя Урса Начинает наваливать И пока работает Линрейдж Можно вписать этот необходимый урон Но Кунка слишком толстая цель Для того, чтобы быстро ее сбрить Ну и Фантомка начинает Точнее, дальше продолжает набивать По себе Точнее, на соперники фраги И кажется, здесь уже, да, Тиня никуда тоже не уйдет Минус пять от команды Тандер Предатор И Урса здесь бесили Ну правда, слишком много плотных героев У команды Тандер Предатора И даже вот этот Аеги здесь никак не спасал Ну вот только-только потратил первое БКБ Фантома Урса И там уже прилетит Скаймаг Эту Фантомку не остановить Это вторая сторона от команды Тандер Предатор 17000 преимущества Винпробабилити 94 на 6 Но я думаю, сейчас 95 на 5 96 на 4 Сейчас должно скакануть, по идее Ну ладно, это пока не столь важно Здесь пока что Продолжается драка Но Фантомка даже здесь вообще кнопки Нажимает прекрасно, понимает, что ей никакой угрозы Это все не несет Доламывает в сторону И БКБ уже снова активно для Фантома Ассасии Будут отходить Ну а почему бы и нет Так, Фантомка БКБ успеет поражать? Нет, БКБ поражать она не успела Хороший фраг Очень хороший фраг от команды Инфамас Но минус две стороны Это негативная ситуация Но из нее можно попытаться как-то найти выход Правда, я пока еще не понимаю, как Винпробабилити с качеством с 97 до 96% Но вот Скаймак, да, к сожалению Как и предполагалось Но это булочка, что для Снэпфайр Уже, на самом деле, и для Эмберспирита Ну и подавно Это приятная, так скажем, опция Которая может получить Тоже Фантом Ассасим, да, или БКБ Абсолютно не армированный персонаж Три армора К 32 минуте Это вообще же ничего Вообще ничего Ну и попытка Неожиданного файта Давайте посмотрим, чем это закончится Алибарда накидывается Но вот Пурса Попытается здесь внести какой-то урон Корабль прилетает по Скаймагу Выкидывает Скаймага в драку Но Скаймаг здесь, на самом деле, долго не проживет Но, кстати, вот хорошо Выдал на прощание ультимейт Но, опять же, этот ультимейт фатальные последствия Не несет для Эмберспирита А вот продолжает драться Оскар Под Кэмонли Грейсом Тини Минус по Эмберспириту Вернется в драку прямо сейчас Эмберспирит Ну и здесь, посмотрите, как больно накидывает, да? Урсеевич, Урсеевич прям жестко избивает Ну и в итоге фантовка будет драться один на один ну а это на самом деле плачем где крит и крит и где крит и критов нет но и в итоге так все-таки затыкали у русу 90 секунд без урсы не знает хилиться бы чем-то какие-то талантовые на 15 перизму не брал на 15 в дальность применения но принципе понять можно принести себе фласку и принципе дальше можно идти выбирать строение по нижней не линии да это т2 снизу осталось можно на самом деле аванпостик еще забрать сверху также баунти руну снизу так ну вот у омника пока до лотоса еще конечно не в принципе лотос уже практически можно купить вопрос только в том что не будет денег на байбек слову а байбека состояние выкупа у фантомки есть так тени вернется ну в принципе в принципе у трех героев команда инфеймос байбеки имеются ну и смог выход от команды тандер предатор выход на финишную прямую так но если у руси увидит в него мне кажется пытаются быстро прыгнуть хотелось в первую очередь прыгать саппортов понятное дело так на марта маркис из полетели его и грим строка могут быть проблемы грим строк живет мансует конечно от этих огненных шаров но пока еще фантомка фантомка под дд прыгает ой-ой-ой-ой надо спасать фантомка спасают бкб еще не прожимает а вот почему не прожимать а вот теперь самое время но ультимейт от омника полетел сюда корабль и вот под кораблем фантомку убить действительно будет проблематично минус урса курса без байбека фантомка накидывает урона ну и здесь пытается занять тени гнаться но это все бесполезно потому что скоро тоже погибаете не в соло урона не выпишет возвращается в драку омник но минус бабка но бабка здесь опять же не критичная потеря для команды тандра предатор ломается 2 т4 вышки это 19000 преимущество и просто сломают прямо сейчас трон без урсы команды им фейм из дефаться но по логике вещей прям сильно уж не может но тут у фантомки проблемы потом кто убили 99 секунд без нее и но опять кунка кунка остался в драке тоже немаловажное звено в цепи команды тандра предатор на кунку тоже посмотрите пока какие здоровые проблемы но он просто бьет трон он просто бьет трон под бкп 1900 800 лебарда на кунку никто не бьет трон 600 500 и в итоге добьют этот трон или нет да должны должны еще одна тычка и это как дорогие друзья команда тандра предатор побеждает за счетом 2-0 ну вот так вот заканчивается у нас последний матч на сегодня собственно друзья на этой ноте хочу сказать вам огромное спасибо что были со мной сегодня всю ночь и частичку утра откомментирую для вас 4 было два матча но сегодня уже в 12 ночи по москве мы также с вами встречаемся на этом же канале и будем также смотреть ночную доту ну а пока пойду отдыхать всем огромное спасибо и до скорых встреч а и и и и Продолжение следует...